Здравствуйте, дорогие друзья! Снова с вами рубрика «Окультуриваемся». Сегодня на Достоевском ТВ мы будем с вами говорить об оперете и её интересных фактах. Ну что, поехали? Сразу хочу сказать, что опера и оперета и мюзикл – это три разных вокальных, музыкально-сценических постановки. Оперета более лёгкая, более воодушевлённая. Мы всегда в оперете увидим и услышим о романтическом, любовном сюжете. Сама по восприятию она более лёгкая, менее продолжительная, нежели чем опера. Имеет классическую подоплёку в сюжете своём, конечно же. И, ну, является более понятной для массового зрителя, нежели опера, например. Но в оперете также сочетаются, как и в мюзикле, либо в другом музыкальном спектакле, конечно же, вокальные, танцевальные сцены, порой бывают акробатические номера, как, например, в оперете «Принцесса цирка». Но, а я хотел бы рассказать немного об истории и интересных фактах, связанных именно с оперетой. Изначально оперета создавалась как более доступная альтернатива опере. Главной целью таких представлений, рассчитанных на широкую аудиторию, было развлечь зрителя, рассмешить и позабавить. То есть юмор в сюжете тоже присутствует. Этим объясняется большое количество танцевальных номеров, которыми так часто сменяются диалоги. Второй обмен репликами между героями становится всего лишь вступлением к очередному хореографическому номеру. И вот, кстати говоря, в оперете диалог может вестись декламацией, в отличие от оперета, где мы услышим с вами речитатив. Оперета зародилась еще в начале 18-го столетия. Именно в этот период жанр постепенно стал оформляться на основе комических опер итальянской комедии «Масок» и представлений бродячих артистов, певцов, акробатов, листеев. К 19 веку зритель, не имевший финансовой возможности довольствоваться серьезным оперным представлениям, это достаточно было затратное, дорогое удовольствие, обрел шанс посещать театр, где демонстрировались постановки в новом жанре, явившим собой симбиоз оперы, юмористического танцевального спектакля и имя ему оперетта. Окончательное жанровое оформление оперета тесно связано с именем Жака Финбаха. Этот человек имел еврейское происхождение и появлялся на свет в Германии. Однако слабую популярность он сумел снискать на территории Франции, где его комические открытки пришлись по вкусу местной взыскательной публики. Закат французской опереты пришелся на конец 20 века, когда общественный интерес сместился в сторону творения выдающихся музыкальных деятелей Австрии. Венская оперета ассоциируется с именем, конечно же, Иоганна Штрауса. Композитор завоевал титул короля вальса, однако его творчество отмечено и талантливо созданными оперетами, среди которых особое место занимает, например, «Летучая мышь». В сюжете, в который найдется и легкая ирония, которая будет опасно прикликаться с настоящим сарказмом, а сценическое действие порой будет напоминать фантасмагорию. Ну и другие, например, опереты Штрауса, мы знаем сейчас, они популярны и по сей день, и идут во многих театрах, помимо опереты, которые я назвал «Летучая мышь», именно по ней мы знаем танец конка, существуют и, безусловно, другие. «Цыганский барон», «Венская кровь», «Кружевной платок королевы», «Ночь венеции» и многие-многие другие. Английская оперета, как отдельное направление, возникла с легкой подачей деятельного творческого тандема композитора Соливана и писателя Гилберта. Перед вами композитор Артур Соливан. «Союз» прородил минимум 14 запоминающихся своим сюжетом музыка и музыкой комических оперет, отвечающихся стремительным действием, насыщенными красочными музыкальными сопровождениями. Наибольшую популярность обрела произведение «Пирата Пензанса», завершенное в 1879 году. Сюжетная канва соткана на основе истории молодому удалому-моряке, его возлюбленной, и «Шайки пиратов». История обрела много интерпретаций, не раз была рассказана по-новому в театрах на Бродвее. В 1983 году был снят обнименный фильм под руководством Юфорда Лича. Кстати говоря, опереты очень часто перекликаются с фильмами, и как и мюзиклы, собственно. Поэтому существует очень много снятых именно кино-оперет, которые тоже можно посмотреть в записи. С наступлением века 20-го опереты стали считывать наравне с развивающимся, очень быстрым направлением музыкального театра с мюзиклами. Эти два жанра оказали друг на друга взаимное влияние. О мюзиклах мы поговорим с вами завтра. Но, тем не менее, два жанра, которые шли наравне по интересу. На мой взгляд, опереты – это более классическая постановка, а мюзикл – более современный. Первая оперета считается творением Жака Оффенбаха «Орфея в аду», написанное в 1858 году. В спектакле явился неким переосмыслением мрачной легенды об Эвредике и ее возлюбленном, спустившемся в преисподнюю. Самым знаменитым танцем из этого произведения оказался «Голоп-инферналь» или «Инферналь-голоп». Он и сейчас исполняется на сцене в качестве самостоятельного номера музыкального в рамках различных тематических оркестровых концертов. В сюжете почти любой опереты, как я говорил ранее, присутствуют романтика, лирика любовная, влюбленная пара. Главные роли, согласно канонам, достаются исполнителям с голосами сопрано и тенора, с высокими ведущими мужскими и женскими голосами. Несмотря на то, что жанр подразумевает не столь высокий требование к вокалу, как в опере, ведущие артисты все же должны обладать безупречным навыком владения тембром, ну, конечно же, вокальными навыками. Появление в репертуарах оперетта открыло дверь в театры бедным и необразованным людям, которые были не чужды прекрасного в искусстве. Если опера изначально была обращена к зрителю из высшего общества и привилегированного класса, то оперета оказалась доступной для понимания людям из простых сословий, что в значительной степени способствовало распространению культуры и расширению массового кругозора. То есть есть такой обучающий воспитательный элемент оперетта. Примечательно, что Имра Кальман, чье имя неразрывно связано с опереттой как явлением в искусстве, долгое время не решался писать подобную музыку. Он считал ее примитивной и постоянно старался удивить и покорить мир звучанием своих симфоний. Однако оркестровые произведения неизменно воспринимались холодно и подобные равнодушия только толкнуло автора к отчаянному шагу, на его взгляд, написанию оперетт. В его итогах очень много праздничных, одухотворенных, нарядных оперетт, ставших впоследствии эталонами этого жанра. И вот о них мы тоже в нынешнее время очень много знаем. В начале трансляции я сказал о принцессе цирка, которая является музыкальным пером этого композитора. Постановка оперетты, как и многих других музыкально-сценических жанров, это сложный процесс, в который вовлечены многопрофильные артисты. Происходящее на сцене требует от участников владения танцевальными, актерскими, вокальными навыками, порой даже акробатическими, цирковыми. При этом все усилия не должны быть затмены заметно зрителю, которого ничто не должно отвлекать от органично воплощенного сюжета. Естественность, легкость, простота, гармоничность — это отличительные черты апеллины. Считается, что классическая традиция оперетты себя исчерпала. В Соединенных Штатах Америки развитие джаза способствовало перерождению музыкальных спектаклей, которые со временем образовали жанр мюзикал. Любопытно, что дольше всего оперетта в ее эталонном воплощении была востреблена в театрах Советского Союза. Жанр, характеризующийся вечным оптимизмом, несколько преувеличенной идиллии во взаимоотношениях, отражающим бескомпромиссную победу добра над злом, наиболее точно соответствовала действовавшей общественной идеологии. Поэтому в Советском Союзе оперетта очень даже хорошо прижилась. Англичане говорят, что публика, отдающая предпочтение оперетте, условно делится на два типа. К первому типу относятся те, кто на протяжении всего спектакля наслаждается вокальным и хореографическим мастерством артистов, невзирая на то, какой абсурд творится на сцене в отношении сюжета. А абсурдность в опереттах тоже часто встречается. Второй же тип складывается из тех, кто приходит посмотреть именно на эти нелепости, казусы, смешные и забавные ситуации, воплощение которых сопровождается пением и танцем. Как бы в действительности не воспринималась оперетта современными поклонниками театра, этот жанр остается одним из самых привлекательных, любопытных и доступных для массового зрителя. Самое главное, комедийным и понятным. Где же в Москве можно посмотреть оперу? Оперету, простите. Конечно же, в Московском театре опереты на всем известном нам месте, которое не меняется уже очень-очень много лет, на станции метро Театральная, или же Охотный ряд, площадь Революции, недалеко от Большого театра, от Рамта, от нового здания Большого театра, Камергерского переулка, на котором расположен музей, собственно, Прокофьева и расположен музей МХАТа, собственно, сама театр-студия. Театр опереты, который, кстати говоря, здание было построено под первую частную оперу, которой владел Мамонтов, тот самый, кому принадлежал Лусанг Бабранцева. В этом театре мы можем с вами лицезреть различные и старинные классические опереты, и современные опереты, и мюзиклы, безусловно. Ну и еще в театре, в московском театре мюзикла идут некоторые опереты, но они больше похожи на мюзиклы. Но, 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 завтра мы с вами будем говорить о мюзиклах. И вот небольшой спойлер уже здесь есть. Это спойлер к моему любимому мюзиклу Анны Каренина, который произвел мне самое большое впечатление. И проходит он, кстати говоря, в театре опереты. Но, опять же, поскольку опереты и мюзиклы, они очень часто идут наравне, поэтому в театрах мюзиклов или в театрах опереты идут и опереты, и мюзиклы. Вот такая вот интересная вещь. На этом все, друзья. Всем желаю безграничного здоровья. На данный момент нужно оставаться дома и не болеть. До свидания.